Накануне свой профессиональный праздник отметили люди с большим сердцем и чуткой душой. Именно так часто говорят о работниках социальной защиты. Свою теплую ласку они дарят тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, одиноко проживающим пожилым людям, детям, находящимся в социально опасном положении, многодетным мамам и многим другим. В системе социальной защиты города у нас трудится 371 человек. Из них это 95 социальные работники, 41 няня и где-то 72 человека это именно сиделки, которые осуществляют уход за особо тяжелыми людьми. В нашей системе действительно трудятся люди, которые выбирают свою работу именно по душе и по призванию. Здесь не могут работать люди, которые не обладают такой добротой, вниманием к людям, наверное, такой терпимостью, которые должны выслушать, помочь, где-то поддержать разговором, где-то какой-то работой. Поэтому я считаю, что в социальной защите работают особые люди. Роза Аберган признается, социальным работникам стало совершенно случайно. И работа у нее была, и планы на будущее. Но попав под сокращение, душа просила уже чего-то другого, еще неизведанного, а потому более заманчивого. Пришла я совсем молодой девчонкой, в 1994 году, 9 января. Сейчас будет 29 лет, как я в этой службе. Я пришла случайно, я работала на железной дороге. Меня сократили, мне не было найти туда устройство. Мне предложила знакомая, что есть такая служба, пойди поработай, ты любишь людей пожилых, ты добрая, и у тебя все получится. Я прошла собеседование, и меня приняли, и первые были впечатления, как я смогу работать с пожилыми людьми. Опыта нет, навыков нет. Но вы знаете, прошли годы, день за днем. А что этим людям надо? Тепло, любовь и забота. Это основные вещи, которые мы в этом центре даем этим людям. Как рассказала Роза Григорьевна, подопечные у всех очень разные. И по возрасту, и по характеру, и по жизненному опыту. Но все они нуждаются в том, чтобы их слушали. Хотят делиться любым своим опытом и впечатлениями. Хотят быть нужными. И это нормально. Вот потому и становятся для стариков дочками и внучками чужие люди. Соцзащитники, взявшие на себя по долгу службы заботу о них. Я работала социальным работником 17 лет. Я сама непосредственно с ними вот жила, работала. Они были кочлены моей семьи, как мои бабушки, дедушки. Я люблю свою работу, мне очень нравится. Да, иногда бывает трудно, да, непросто. Но вообще профессия человек к человеку всегда трудна. Но надо уметь. Надо уметь. Наверное, это призвание. И вот, вы знаете, я втянулась. И я никогда не думала уйти. Куда-то уйти в другую профессию. Я себя вообще не представляю в другой какой-то профессии. Я только себя понимаю здесь. С детства всех нас учат тому, что любая профессия важна и почетна. Но даже самые маленькие мечтают быть артистами или спасателями. Но отнюдь не дворниками и нянечками. Ирина Денисюк тоже не выбрала себе такую профессию. Но уверяет, что нашла себя только став социальным работником. Социальная работа – это отдавать тепло людям. Я еще со студенчества очень много волонтерила. И как бы с пятого курса работала в социальной службе. И так получилось, что я сначала работала в отделении первичного приема, анализа и прогнозирование информации. А потом уже в отделении социально-психологической поддержки лиц пожилого возраста. А сейчас уже работаю в отделении дневного пребывания. Конечно же, очень тяжело работать с людьми, потому что все пропускаешь через себя. Каждый человек – это какая-то новая история, новые проблемы, трудности. Но мы помогаем людям их преодолевать через разные свои формы работы. В Беларуси создана универсальная модель государственной социальной защиты населения. Ее основные принципы – адресность и комплексный подход при решении проблем конкретного человека и семьи. Каждый третий житель столицы регулярно обращается за различными видами единовременных, ежемесячных и компенсационных выплат. Пособий, субсидий нуждается в социальном обслуживании и других видах поддержки. А на помощь им в том или ином вопросе всегда приходят чутки и умеющие слышать и слушать работники социальной защиты.